Поезд Победы снова прибыл в Мурманскую область. Интерактивная выставка внутри рассказывает о жизни, радостях, тяготах и лишениях людей, которые выпали на их долю в период Великой Отечественной войны. Анастасия Кочарова встретила поезд на перроне железнодорожного вокзала в Мурманске и одну из первых посетила экспозицию. 22 июня 1941 года слова наркома иностранных дел Вячеслава Молотова повергли в шок всю страну. Началась Великая Отечественная война. Но уже в 1945 году Юрий Левитан объявил о победе в этой же Великой Отечественной войне. Именно об этой истории тех лет рассказывает поезд Победы, который приехал в Мурманск на три дня. Первый вагон. Мирное небо над головой и раскатистый детский смех. Истории службы возвращающихся домой советских солдат. Жизни этих людей, сидящих на скамьях, да и жителей всей страны, через несколько часов поменяются кардинально. Совсем скоро многие из них отправятся защищать Родину. Люди это все прожили, как все это происходило именно в поезде, в дороге. Как-то было очень тяжело, очень страшно все-таки. Что тебе больше всего запомнилось из всех тех вагонов, которые были? Как везли больных людей, которые ранены в поездах, как их лечили и делали им тяжелые операции именно в движении поезда. Не просто как бы на месте, а именно в пути. Около 12 тысяч поездов было задействовано для перевозок раненых во время Великой Отечественной войны. А это в общей сложности 5 миллионов человек. На каждую медсестру приходилось по 165 солдат. Однако события тех лет, кроме разрушений и искалеченных судеб, внесли огромный вклад в развитие науки. Так врачи изобрели препарат для свертывания крови, вакцину от брюшного ТИФа и рецептуру увеличения срока хранения донорской крови. Технический прогресс тоже не стоял на месте. Были разработаны самолеты, танки, артиллерийское и стрелковое вооружение нового для тех лет поколения. Но некоторые не стеснялись экспериментировать и в другой сфере, вызывающей у нормальных людей только страх. Меня очень впечатлил вагон, где было рассказано об экспериментах японцев, японских самураев, о том, что в рацион японских самураев входило человеческое мясо для того, чтобы формировать у них злость, жестокость и издавать новое оружие, которое впоследствии было бы использовано для уничтожения человечества. Поезд Победы словно отправляет назад, в военное прошлое. Его экспозиции рассказывают о том, как выживали люди в концлагерях, о блокаде Ленинграда и о жизни на фронте, в окопах. Но завершает выставку такая долгожданная. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Одна из самых кровопролитных войн длилась 1418 дней. Страшное испытание, оставившее глубокие шрамы не только на телах защитников, но и в душах миллионов людей, завершилось. Но не все вернулись домой. Волонтеры-поисковики по сей день находят останки без вести пропавших солдат, участников Великой Отечественной. Это уникальный федеральный проект, который реализует организация «Волонтеры Победы» совместно с российскими железными дорогами. И этот проект передвижной, интерактивная выставка, которая в течение года передвигается из различных населенных пунктов и представляет экспозицию интерактивную для жителей того или иного населенного. Мурманская область – это тот субъект, который уже в четвертый раз принимает этот поезд. И благодаря содействию губернатора Мурманской области Андрея Владимировича жители региона могут познакомиться с этой выставкой, посетить ее. Поезд Победы оснащен 50-ю видеопроекторами, 18-ю видеостенами, 12-ю тач-сталами, задача которых – погрузить посетителя, перенести во времени на десятки лет назад. Для жителей и гостей Мурманская эта большая интерактивная выставка открыта для посещения со 2 по 4 августа. 5 и 6 августа поезд будет находиться в Апатитах, а 7 и 8 – в Кандалакше.